Здравствуйте, товарищ рыболов! В сегодняшнем видеообзоре хочу рассказать об одной интересной приманке от компании Акара, продукция которой известна уже с 2003 года и заняла прочные позиции на рыболовном рынке. И в их эротементе имеется такая имитация какой-либо личинки, либо ракообразного под названием иму и море. Длина приманки составляет 75 мм. Приманка представляет из себя такого вот либо жука, либо рачка, но я больше склонен к тому, что приманка больше похожа на рачка, поскольку ведет себя аналогичным образом при проводке. У приманки имеется такое длинное личинкообразное тело, или можно сказать червеобразное, с большим количеством небольших ребер, и имитацией таких вот лапок, либо ножек. Разных по размеру и по толщине. И соответственно они направлены друг напротив другу. Также у приманки имеются длинные тонкие усы, как видите, их два штуки. И также имитация таких вот длинных клещней. На клещнях также имеются такие вот довольно-таки крупные ребрышки. Приманка изготавливается из мягкого, но в то же время эластичного материала, то есть прочного. Приманки хватает на достаточно большое количество поклевок. Но это не самое главное. Самое главное это игра приманки. Игра приманки способна соблазнить на поклевку даже пассивную рыбу. Несмотря на столь крупный и внушительный размер, очень часто попадаются укуни. Также и щука не против полакомиться данным деликатесом. Как мы все знаем, что ракообразные входят в рацион щуки, и она охотно на них охотится, особенно в период линьки. При проводке на паузах, когда грузик чебурашка падает на дно, допустим, если оснастить его овсетным крючком и шарнирно закрепленным грузом чебурашки, то за счет своей длины и эластичности, и большого количества конечностей, у приманки остаются остаточные колебания, и она как бы под действием среды высокой плотности очень интересно и элегантно подрагивает, что не остается незамеченной хищником. И, как правило, в такие моменты хищник приманку и атакует. При проводке данной приманки не стоит делать очень длинных подмоток, можно играть только кончиком удилища, почти можно сказать топтаться на месте, но при этом приманка будет очень активно вести себя на дне. И это позволит более эффективно облавливать ту или иную акваторию. Так что данные приманки очень интересные и, что самое немаловажно, недорогие. Изготавливаются из съедобного силикона с большим количеством аттрактанта, поставляются в таких вот зип-пакетах, которые плотно закрываются, и приманки всегда будут свежие и очень хорошо будут пахнуть аттрактантом. Так что советую всем на приманку обратить внимание, очень интересная. Всем спасибо за внимание. Данный видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazin. Продолжение следует...